здравствуйте с вами вадим ладанов и в этом мастер-классе мы нарисуем одного из таких волнистых попугайчиков сухой пастелью для рисунка нам понадобится собственно сама пастель у меня это 64 бруска корейской фирмы вот в такой вот упаковочке довольно таки часто стала попадаться в магазинах поэтому если есть возможность приобретать именно такое главное берите вот именно в виде брусков где есть острые края чтобы при отсутствии пастельных карандашей можно было выполнять какие-либо детали в рисунке далее нам понадобится соответственно бумага пастельная бумага желательно взять бумагу с каким-нибудь мелким зерном данном случае у меня тиснение типа холст бумага знак у меня светло-коричневого цвета вы можете использовать бумагу каких-то темных оттенков там синего например зеленого цвета самое главное чтобы на них хорошо проглядывался белый цвет белый пастель далее нам также потребуется тряпочка увлажните перед началом работы для того чтобы вытирать руки и и понадобится два два карандаша мягких в данном случае белый это фирмы kohenor обычный белый мел и второй этого карандаш марки лира угольный карандаш черный здесь принципе нам подойдут любые марки самое главное чтобы это были два мягких карандаша черный карандаш может быть как пастельный так и угольный обязательно заточите их вот таким образом точилка я их не то что так стержни и мягкие очень быстро ломаются поэтому вручную вот точим до такого состояния до острого кончика для того чтобы нам выполнять какие-либо детали уже в самом рисунке также нам потребуется клячка это пластичный ластик того чтобы убирать излишки цвета с бумаги как видите у меня уже пять попугаев нарисовано все этапы вы сможете посмотреть в текстовый варианте идущим с этим мастер-классом поэтому я продолжу рисовать вот здесь прям на пустом месте до который я оставил специально под последнего попугая вот все фотографии которые я использовал в этом мастер-классе расположены у вас в отдельной папке мастер-класса а также еще я выложил несколько дополнительных фотографий с попугаями которые вы возможно в будущем там захотите использовать для дальнейших упражнений ну что же готовим пастель и в следующем виде приступаем к рисованию